Девушки отдыхают Часы начнем с самого главного, коротко Брецание атомной бомбой В ответ на американо-корейские военные учения КНДР угрожает Сеулу и Вашингтону Упреждающим ядерным ударом Спасти Надежду Только на РТВА интервью с сестрой Украинской летчицы Надежды Савченко Верой, которая завтра отправляется в российский Донецк Черное золото снова в цене Марка Брент впервые за три месяца Подорожала до 40 долларов за баррель Новый игрок На рынке марихуаны Минздрав Израиля планирует настоящую революцию В области медицинского каннабиса Париж готовится к масштабному наводнению Власти французской столицы Пытаются не допустить полного затопления города Ядерным ударом по США и Южной Корее Сегодня пригрозили из Пхеньяна В КНДР недовольны совместными военными учениями Соединенных Штатов и Южной Кореи Эти маневры эксперты называют Самыми масштабными за последние годы И в Северной Корее традиционно считают Их угрозой в свой адрес Ответ Пхеньяна с очередными обещаниями Обрушить на врагов весь ядерный потенциал КНДР возмутил как Сеул с Вашингтоном Так и Москву Как Запад и Восток реагируют на угрозы Северной Кореи Этот вопрос я адресую Евгению Маслову Он присоединяется к нам в эфире Евгений, приветствую Стоит ли всерьез воспринимать угрозы Пхеньяна? Приветствую, Лиза В США угрозы из Пхеньяна Расценивают как откровенную провокацию Как Вы и сказали Это стала реакцией на совместное Американо-южнокорейские учения Которые в КНДР назвали Подготовкой к войне с Севером И угрозой суверенитету страны Заявление о готовности нанести Превентивные ядерные удары По Соединенным Штатам Южной Кореи Сделали в Государственном комитете обороны КНДР Его затем опубликовало Центральное телеграфное агентство страны А затем очень эмоционально зачитал Диктор северокорейского телевидения Северокорейская армия и народ Не упустят возможности Ответить справедливой войной На любые посягательства на КНДР Превентивный ядерный удар справедливости Будет нанесен согласно порядку Установленному руководством Корейской народной армии Конечно, Пхеньяны прежде грозил Соединенным Штатам Южной Кореи Ракетными ударами В прошлом году Северная Корея Уже обещала превратить Вашингтон В море огня Теперь Северная Корея Угрожает ядерным оружием К возмущениям Сеула и Вашингтона Присоединилась и Москва В МИДе России Назвали подобные заявления Непозволительными И дали понять, что Пхеньяне должны Отдавать себе отчет В том, что тем самым КНДР окончательно Противопоставляет себя Международному сообществу А в Сеуле Выразили готовность Ответить на любую провокацию Северная Корея должна Немедленно прекратить Своё безрассудное Агрессивное поведение Которое способно Только привести К самоуничтожению КНДР Но если Север будет Игнорировать наши предупреждения Южно-корейская армия Очень жестко Ответит на любые действия Пхеньян разгневан тем Что США и Южная Корея Свои ежегодные учения В этом году сделали Самыми масштабными За всё время их проведения В них принимают участие 300 тысяч Южнокорейских военных И по разным данным От 15 до 17 тысяч Военных США Что интересно На учениях военные Будут отрабатывать план По нанесению ударов По ядерным объектам КНДР В случае войны Юга и Севера Этот план учений Появился на фоне Обострения ситуации На полуострове После продолжив Ядерных испытаний В КНДР Я напомню Что в ответ На проведенные КНДР Ядерные испытания 6 января Испытания ракет Союза безопасности Он принял резолюцию Которая предусматривает Самый жесткий За последние 20 лет Набор санкций В отношении Северной Кореи Но Пхеньян Пхеньян показывает Своё безразличие И игнорирует Решения организации Объединённых наций А между тем Ряд аналитиков США высказываются На тот счёт Что у КНДР Скорее всего Нет возможности Запускать ракеты С ядерными боеголовками И считают Что эти Безответственные заявления Делаются Главным образом В пропагандистских целях Лиза Спасибо Евгении Евгений Маслов О ядерной угрозе КНДР У посольства России В Киеве Которые накануне Забросали яйцами Сегодня новая Акция протеста Участники пикета Требуют освободить Украинскую лётчицу И депутата Верховной Рады Надежду Савченко Напомню В России Её обвиняют В причастности Гибели журналистов В ГТРК И незаконном Пересечении границы В Киеве Убеждены Что Савченко Похитили В воскресенье В поддержку Военнослужащей Сотни жителей Украинской столицы Провели массовый митинг И потребовали Её немедленного освобождения Часть участников акции Направились К посольству России Активисты Забросали его яйцами И камнями Ещё один инцидент Произошёл в ночь На воскресенье Неизвестные в Балаклавах Разбили стёкла Нескольких машин Припаркованных У депмиссии В ответ В Москве Десятки человек Попытались Забросать яйцами Здание украинского посольства В партии ЛДПР Между тем Предлагают принять Более решительные меры Владимир Жириновский Потребовал Отозвать посла Из Киева А также направить На защиту Дипломатического представительства Цитата Роту спецназа Власти Украины Призвали Евросоюз И Соединённые Штаты Усилить давление на Россию Чтобы способствовать Освобождению Надежды Савченко Пётр Порошенко В украинском МИДе Уверены Что свобода Савченко Зависит от международного Влияния на Москву По мнению Министра иностранных дел Украины Павла Климкина Судьба гражданки Украины Это исключительно Политическое решение Российских властей Напомню На прошлой неделе Прокуроры запросили Для Надежды Савченко 23 года тюрьмы И штраф Примерно в 1300 долларов Сама Савченко Все обвинения В свой адрес отрицает Адвокаты Савченко Пытались доказать Что к началу обстрела В результате которого Погибли российские журналисты Лечица Уже находилась В плену у сепаратистов Затем ее незаконно Вывезли в Россию 3 марта Надежда объявила Сухую голодовку Таким образом Она реагирует На затягивание процесса Приговор должен быть Объявлен 9 марта В российском Донецке Туда сегодня вечером Отправилась сестра Надежда Вера Савченко Перед отъездом Мы успели записать С Верой Эксклюзивное интервью Она написала записку Я собираюсь ее выложить В социальную сеть Она просит Обращается еще раз Ко всем тем Кто мог ее вытащить Чтобы они это Наконец-то сделали Это ее слова Так или иначе Не хочу повторять Но она написала Живой или мертвой Но она уже победила А тюремщики Очень с уважением Относятся к Наде И делают даже Некое поблажки Не выгоняет сразу Зало заседания А дает мне Переброситься Паруслов с Надей Поэтому достаточно хорошо Советовалась ли она С родными Звонила ли вам Своей сестре Прежде чем начинать Такую суровую голодовку Ну это скорее Мы с ней можем советоваться Это она там сидит Не мы И она говорила об этом Мы планировали Что после вынесения приговора Это будет Но вот сейчас мы видим Что Кремль свою игру Какую-то начал Поэтому Ее позиция такова Я могу только Только максимально Делать все Чтобы к этому Привлечь внимание В первую очередь Политика мировых Европейских Пытались ли близкие Отговаривать ее? Ну пытались Я знаю Надю Я на это время не трачу У нас мало времени И с ней всегда На разговоры Что ощутили родные Надежды и вы Когда узнали Что она написала о том Что вернется домой Живой или мертвой? Страх за родного человека А больше я ничего не боюсь Ну то есть Мне уже нечего терять Как сейчас чувствует себя Ваша мама? Ну у мамы сейчас Очень много Внимания Людей Она постоянно Ее фокус Вот там Все что-то Кому-то пишут письма Какие-то организации Постоянно на связи Эта мама отвлекает И я этому очень рада Ну Переживает Переживает Конечно Известно ли вам Ведутся ли сейчас Переговоры Об обмене? Я не знаю Ведутся Со мной они не ведутся Со мной нечего вести их Велись ли они Ведутся ли они Мне тоже Неизвестно Если мне говорят Политики Что ведутся То Это может быть Я хочу дожить До 9-го числа Я считаю дни Вот завтра 8-е Наконец-то Я поеду Чтобы увидеть Надю Я очень надеюсь Что она прекратит 9-го сухую голодовку Уже не говорю о голодовке Времени очень мало Как вы считаете Делает ли достаточно Украинская власть Для того чтобы Надежда вернулась домой? Мне уже не важно Надо было делать раньше На мой взгляд Были форматы разные Но сейчас времени нет Я не хочу думать о власти Знаете у нас единицы Политиков Которые поднимают Сами трубку Ну вот президент С малой 3 раза встречался Я просила встречу сейчас Потому что завтра я уеду Я хотела передать письмо Наде Но президент сегодня Не знаю выходной Или что у него Надеюсь у него будет Время сегодня встретиться Мой телефон доступен Я всегда на связи Сама Надежда много говорит О политике Как вы думаете В случае счастливого Исхода событий В случае возвращения Ее домой На родину Кем она себя видит В Украине Спросите у Нади Если она выживет Сегодня в Москве Были задержаны Участники акции В поддержку Украинской летчицы Надежды Савченко По данным издания Украинская правда К зданию ФСБ На Лубянке в Москве Пришли около 10 активистов Они развернули Украинский флаг И начали петь Гимн Украины Позднее 5 человек Были задержаны Доклад британской компании Биллингкет О украшении рейса MH17 в Москве Считают цитата Построенным на искаженных данных Такое заявление Сделали представители Министерства обороны России Речь идет о докладе Который был обнародован В конце февраля В нем авторы анализируют Данные российского производителя Ракет Бук В своем отчете Напомню Предприятие Алмаз Антей Заявило Что поразивший Малайзийский Боинг снаряд Биллингкет был запущен Украинскими военными Из села Зарощенское Донецкой области Биллингкет пишет Что вероятнее всего Украинских войск В этом районе не было Ранее Эксперты журналистской группы Писали что Боинг сбил Доставленный из России Бук Возможно Российскими военнослужащими А запуск был произведен С территории Подконтрольной Пророссийским сепаратистам В оборонном ведомстве России ответили Что доклад Биллингкет Построен на псевдогипотезах Представленная информация Имеет заведомо Антироссийскую направленность И построена на искаженных данных Основная цель Фальсифицируемых данных Биллингкет Заключается в попытках Доказать наличие Российских войск В предполагаемом районе Пуска ракеты Поразивший малазийский самолет 17 июля 2014 года Над Украиной Реальных доказательств Присутствия российских войск На Украине нет При этом в Биллингкет Считают что Вне зависимости от того Кто именно исполнил приказ Цитата Ответственность за гибель Пассажиров Боинга В конечном счете Несет Министерство обороны Российской Федерации Напомню Катастрофа Малазийского самолета Произошла 17 июля 2014 года На борту рейса MH17 Направлявшегося из Амстердама В Куала-Лумпур Находились 298 человек Все они погибли Сегодня последний день Когда родственники пассажиров Пропавшего два года назад Рейса MH370 Малазийских авиалиний Могут подать в суд С требованием о выплате компенсаций Согласно конвенции О международной гражданской авиации После двухлетнего срока Родные пассажиров Не имеют права на выплаты Напомню Малазийский Боинг Следовавший рейсом Куала-Лумпур Пекин Исчез 8 марта 2014 года Через 11 месяцев Все 239 человек Находившихся на борту Были признаны погибшими Причины исчезновения самолета Неизвестны Место катастрофы Не найдено До сих пор Были обнаружены всего пару Предположительных фрагментов Пропавшего Боинга Последний нашли у берегов Мозамбика Неделю назад Специалисты полагают Что это часть хвоста самолета Ее отправят на экспертизу В Австралию Вы смотрите новости На канале РТВА И далее в выпуске Новый игрок На рынке марихуаны Минздрав Израиля Планирует настоящую революцию В области медицинского каннабиса И Париж Готовится к масштабному наводнению Власти французской столицы Пытаются не допустить Полного затопления города Все это через пару минут На канале РТВА Оставайтесь с нами Вы смотрите новости На канале РТВА Нефть впервые за три месяца Сегодня подорожала До 40 долларов за баррель Эта цифра была зафиксирована На торгах в Лондоне Стоимость нефти на Нью-Йоркской Товарной бирже На этот час составляет 36 долларов Эксперты полагают Что рост нефтяных котировок Связан с данными О сокращении числа буровых установок В США до минимального За 6 лет уровня Помимо этого Топливо дорожает На фоне обещаний Нового игрока на рынке Ирана Повысить экспорт нефти До 2 миллионов баррелей в день Накануне в Европу А точнее в Испанию Прибыл первый После снятия стегранно-экономических санкций Танкер с иранской нефтью Ранее правительство Ирана Одобрило повышение добычи нефти В стране до 3,3 миллиона баррелей в сутки В Брюсселе в понедельник стартовал саммит ЕС По проблемам нелегальной миграции В центре обсуждения Турция Которая недавно пригрозила Открыть для беженцев границу с Европой И при этом рассчитывает поднять на форуме вопрос Своего вступления в ЕС В свою очередь лидеры Евросоюза Намерены добиться от Анкары Обязательств по сокращению числа Прибывающих из Турции беженцев Как минимум в два раза До 1 тысячи в сутки На аналогичном саммите в ноябре прошлого года ЕС и Анкара уже выработали план действий По ограничению миграции Однако потом беженцев так и не сократился Напротив, так называемый Балканский маршрут Стал основным коридором транзита нелегалов А Турция запросила у Брюсселя Дополнительную финансовую помощь Для решения миграционного кризиса На сегодняшний день Моя страна приняла 3 миллиона человек И мы уже потратили на их нужды 10 миллиардов долларов Это лишь текущие расходы Подтвержденные квитанциями Я даже не считаю вклады И пожертвования мэров городов И неправительственных организаций Европейский Союз обещал предоставить 3 миллиарда евро С тех пор прошло 4 месяца Денег все еще нет С другой стороны, они говорят Мигранты не должны попадать в Европу Хорошо, но ведь не мы их присылаем Они прибывают по морю И, к сожалению, большинство погибают А наша береговая охрана Спасла почти 100 тысяч человек Дональд Трамп и Хиллари Клинтон Проигрывают, но сохраняют лидерство Фавориты предвыборной гонки в США В ходе прошедших в эти выходные Праймерис и Кокусов Уступили своим соперникам У республиканцев Дональд Трамп получил первенство В Кентукки и Луизиане Тед Круз в Канзасе и Мэне Марко Рубио победил в Пуэрто-Рико Это ассоциированная американская территория Играет роль во время Праймерис Но не во время общих итоговых выборов Президента США Расклад делегатов на сегодняшний день В пользу Трампа, но разрыв сокращается Трамп 389, Круз 302, Рубио 149 В стане демократов Отличился Берни Сандерс Он выиграл в трех из четырех штатов В Канзасе, Небраске и Мэне Хиллари Клинтон победила только в Луизиане При этом она по-прежнему Сильно опережает соперника По общему числу делегатов По ее активе их 1147 У Сандерса в два раза меньше Завтра, 8 марта, очередной раунд Первичных выборов Демократы голосуют в Мичигане и Миссисипи Республиканцы в Мичигане, Миссисипи Айдаха и на Гавайях Израиль может превратиться В крупного экспортера лечебной марихуаны Такие предложения прозвучали На международной конференции По медицинскому каннабису Которая открылась сегодня в Тель-Авиве В планах Министерства здравоохранения Еврейского государства Настоящая революция Все подробности в репортаже Моего коллеги из Израиля Евгения Савы Дана Мельцер Израильский фермер Живет на юге страны В пустыне Орава Много лет занималась Выращиванием сладкого перца Все было хорошо Но грянул кризис И Дана поняла Ферму надо спасать И обратила свои взоры на каннабис Для многих фермеров Каннабис считается культурой С большим потенциалом роста Это не просто модно Но и выгодно Поэтому и мы начали действовать В этом направлении Так сказать Ищем пути в будущее Возможно это звучит странно Но в 2016 году Израильское сельское хозяйство Возлагает большие надежды На обычную марихуану Лечебные свойства которой Были открыты еще в конце 19 века Впрочем если судить По составу участников Международной конференции Каннатек Открывшейся в понедельник В Тель-Авиве То от лечебной марихуаны Ждут настоящего чуда Не только фермеры Йоси Борнштейн Много лет занимался Биотехнологиями Продавал израильские разработки По всему миру Уже полтора года Как его основной бизнес Связан с лечебным каннабисом Наша компания занимается Поиском новых Медицинских препаратов Мы увидели Что каннабис Получает все больше И больше внимания С точки зрения Мировой науки Появляются серьезные Академические материалы Которые подтверждают Пользу каннабиса В медицине Казалось бы Если каннабис Приносит пользу людям То инвесторам Он должен приносить прибыль Одна проблема В Израиле К марихуане Отношение более чем Однозначное Это наркотическое средство Производство и продажа которого В медицинских целях Строжайшим образом Контролируется государством Профессор Рафаэль Мишулам Организатор конференции В Тель-Авиве Считается одним из Ведущих специалистов В стране По лечебному каннабису Сегодня к его мнению Прислушивается В израильском Минздраве Израиль находится На одном из первых мест В мире По исследованию каннабиса При этом С точки зрения Существующего законодательства Мы к сожалению Сильно отстали От ведущих стран В последнее время Есть попытки заполнить пробелы На это уйдет время Но я верю Что мы на правильном пути Сегодня специальное разрешение На выращивание Лечебного каннабиса Имеет всего Восемь ферм в Израиле Правильный путь По мнению специалистов Это увеличение объемов Противники такого шага Уверены Что нынешние масштабы Позволяют удовлетворить Все потребности А потому Нет причин Менять законодательство Доктор Илья Резник Психиатр С критикой не согласен Он сторонник Активного использования марихуаны Один из 38 Израильских врачей Которые имеют право Выписывать наркотический рецепт Своим пациентам Прежде всего То, что мешает Это отношение к каннабису Которое сформировалось годами Отрицательное отношение Медицинского сообщества Отрицательное отношение Официальных правительственных учреждений Сегодня мы пытаемся Изменить это В планах Министерства здравоохранения Израиля Провести настоящую революцию В области лечебного каннабиса Об этом совсем недавно Заявил министр Яков Лицман Уже скоро Правительство рассмотрит Некоторые из его предложений Снятие ограничений На выращивание каннабиса Увеличение экспорта за границу А также Отмена бюрократических препонов При получении рецепта На сегодняшний день В Израиле 25 тысяч человек Имеют официальное разрешение На пользование Лечебной марихуаной Еще около 300 тысяч Пытаются это разрешение получить Наконец Согласно статистике Около миллиона израильтян Так или иначе Пользуются Лечебной марихуаной Теперь главный вопрос Который стоит Перед израильскими законодателями Как сделать так Чтобы и люди были довольны И закон не нарушали Евгений Сова Владимир Плоткий RTVI Тель-Авив Париж может уйти под воду Пока только в теории Но власти французской столицы Уже отрабатывают действия На случай масштабного наводнения Подобного тому Которое произошло в городе Более 100 лет назад В 1910 году Уровень воды в реке Сена Поднялся на рекордные 8 метров Метеорологи полагают Что повторение подобного сценария В Париже Лишь вопрос времени Ущерб от воднения Такого масштаба Может составить До 30 миллионов евро А потому власти Решили подготовиться К нему заранее В парижских учениях Задействовано 900 специалистов 150 полицейских 40 карет скорой помощи И 4 вертолета В общей сложности Тренировка займет Две недели В первую будут отрабатывать Действия на случай Подъема уровня воды в Сене Во вторую Возвращение города К нормальной жизни Это все новости к этому часу Итоги информационного дня В следующем выпуске новостей На канале Артеви В 7 часов вечера по Нью-Йорку Далее в эфире Особое мнение Субтитры создавал DimaTorzok